Добрый-добрый-добрый день всем еще раз. Это студия Грекам ТВ у микрофона Друг. И мы начинаем трансляцию матча между командами Natus Vincere и коллективом Alliance. Ну, что сказать о команде Natus Vincere? Команда шумная, громкая, яркая, интересная, известная, наверное, всему миру. Причем, чуть ли не более всех остальных, известная всему миру. Вот, играет против команды, которая тоже гремела в свое время невероятно на всех абсолютно турнирах в любой части мира. Будь то Азия, будь то Европа, будь то Америка, Сиэтл, Третий Интернешнл. Я думаю, все прекрасно помнят слезу на глазах фанатов Na'Vi. И данное противостояние между командой Natus Vincere и командой Alliance по-прежнему останется, я думаю, что неким, ну вот, сродни Эль Классику. Только вот из разных немного стран команды, но при этом интерес к ним обязательный. То есть, не важно в какой, в каком турнире команды встречаются, не важно в каком составе эти команды, абсолютно не важно. Здесь в данном случае немножко даже важно, но интерес к ним максимальный, конкретно к паре двух этих коллективов. И на данный момент пик я вам не показал, потому что Dota TV просто не имеет пик. Видимо, были какие-то травлы при загрузке команд еще со старта, поэтому они просто в режиме All-Pick добрали всех своих героев пикнутых. И вот минута на подготовку. Давайте сразу пройдемся по пику. Alliance забрали себе Леона, забирает его fucking mad. Aki будет играть у нас на Dazzle. PyCut берет себе SF на mid. Loda будет играть на Brewmaster. И Admiral Bulldog, угадайте, на ком будет играть. Кого у нас бафнули, кто у нас пробустенный, кто у нас суперполезный. Да, повелитель вот этих вот, не пойми кого, этих стремных интов. Что это такое? Это маленький Enchantress. Да, это инты с копытами. Так вот, Alliance взяли себе Фуриона. И будет очень интересно посмотреть на фуру в составе команды Alliance. И именно на фуру, которым управляет у нас Admiral Bulldog. Он один из наиболее известных пушеров, сплит-пушеров, контр-пушеров. Любая вообще приставка, к слову, пушер. Все это будет Bulldog 100% топ-1. Со стороны команды Na'Vi. Санэйка забирает себе Рубика, Шейкер для Фаника на сложную, Квапа на мидлейн для Дэнди, Гирокоптер для Хвоста и Лич для Артстайла. В принципе, все. Команды играют без потерь, без замен. Команды в фулл составе. Здесь вернулся Артстайл, здесь вернулся Нейчерс Профит от Адмирала... Здесь... Ну, оговорка, я так понимаю, вполне законная. Здесь вернулся Адмирал Бульдог. Вернулся он с Нейчерс Профитом в пике. Ну, Адмирал Бульдог это и есть Нейчерс Профит, это и есть Лондруид. Остальные герои, в принципе, на уровне с другими оффлейнерами. А вот Нейчерс Профит и Лондруид от Адмирала Бульдога, да это ужас просто, летящий на крыльях ночи для любой команды соперника, команды Альянс. По линиям. Адмирал Бульдог берет себе Нейчерс Профита для легкой линии. Стоит Соло, стоит Соло и стоит Соло против Шейкера. Ситуация для Бульдога, в принципе, комфортная, не надо особенно напрягаться, Шейкер ничего толком ему не сделает. Факин Мэтт вместе с Саки и вместе с Лодой на Брюмастере. Мейнкерри, команды Альянс отправляются в сложную линию. Трипла на топе против Даблы из Хвоста на Герокоптере и Санейка на Рубике. Лес, команды Нави пока что здесь Лич бороздит. Ничего толком здесь Лич сделать не сможет. Понятно, что не фармитин туда отправился. Где-то завардил, я так понимаю, где-то даблспауны что ли для Хвоста сделал. Нет, вроде нет. Нет, нет, все, Лич возвращается у нас на линию. Он просто у нас погулял, немножко отставил по лесу и вернулся на топлей. На мидлейне Дэнди на Аквапе против Пайката на Эсцефе. Тоже противостояние достаточно интересное. Ну что, это скорее всего Фёстблад. Дэнди должен забирать Пайката. Минус Пайкат на мидлейне. Дэнди забирает ФБ. Получает почти 300 голды, немножко экспириенса. Четвертый левел для Дэнди к началу третьей минуты. Четыре левела за две минуты многовато, конечно. Гирокоптер пытается поймать у нас Лода. И гирокоптер отправляется в таверну. Здесь уже Адмирал Бульдог. Стопит Артстайла благодаря своим трендам. Как же круто играет Бульдог. Еще один удар по Артстайлу. И Артстайл отправляется в таверну. Факин Мэт забирает этот фраг. И вот вам Адмирал Бульдог. Вот эти все мемы, которые были в интернете. Этот буст Лондруида, этот буст Нейчерс Профита. И вот вам, пожалуйста, Адмирал Бульдог возвращается в состав нашумевших и известных Альянс. И это не просто мем. Ну, то есть в данной шутке доля правды более чем велика. Адмирал Бульдог невероятно хорош на этих героях. И я думаю, первое место на Интернешнл наглядно показало каждому, что очень много в составе команды Альянс зависит исключительно от реализации данных героев. Либо это Нейчерс Профит, либо это Лондруид, либо я уже сам себе надоел повышенным вниманием к Адмиралу Бульдогу. Но с другой стороны, на кого обращать внимание? На Лоду. Лода как был у нас крутым парнем, так и остается. Он как был в составе Альянс, так в составе Альянс до конца и был. Никуда не уходил. Адмирал Бульдог у нас не был в составе Альянс. То ли Адмирала Бульдога не были в составе Альянс. Это уже история умалчивает. Но сам факт. Его возвращение тут примерно сродни, наверное, возвращению Артстайла в Na'Vi. И надеюсь, что по факту будет немножко порезультативнее, чем возвращение Артстайла в Na'Vi. Пока что Ваня не блещет, судя по всему. Судя по результатам, судя по игре команды Na'Vi, могу судить, что Артстайл совсем не оправдал ожидания, которые на него возлагались. Ну, может быть, время еще покажет. Санейка прилетает у нас на топ-лейн. Хвост на лоу-хп. Лода сейчас клэпнет, хвоста не будет. Лоду поднимает, возвращает назад. Клэп по хвосту. Минус хвост. И опять здесь не обошлось без Адмирала Бульдога. Забрали Дазла, потеряли мейнкерри игроки команды Na'Vi. По голде Na'Vi по-прежнему выигрывают. Выигрывают 250 по экспириенсу. Na'Vi тоже впереди. Тысяча с копейками. Пайкат там что ли такой слабый? Пайката еще четвертого левела нет. У Дэнди две с половиной минуты назад был четвертый левел. Дэнди уже шестой. Против пайката четвертого. Который... Третьего. Прошу заметить третьего. Дэнди разорался на пайката. Пайкат в таверну. Келлинг спирит для Дэнди. Факин Мэд здесь. Дэнди скорее всего заберет. Дэнди отправляется в таверну. Ну и Келлинг спирит стрик для Факин Мэда. Второй килл для Леона. Пайкат у нас 0-3 идет. Вот кто решает. Лода на лоу хп. Хвост через Рокет Бараш. Лоду заберут. Четвертый левел Лода. Лода в кусты. И уже напоследок Санейка Фейтболт отправил нас в Лоду. Адмирал Бульдог с топлейна не уходит. Понравилось здесь Бульдогу. Понимаешь, что насилуют его триплу на сложной линии. И поэтому Нэйчис Профит здесь частый гост. Ну факт остается фактом. Адмирал Бульдог уже с шестого левела. Независимо от того, где он там летал, куда он уходил с линии. Шестой левел Адмирал Бульдог. Лода на Фанника. Аки в спину заходит Фаннику. Фанника есть Эхо Слэм. Но юзать его в принципе бессмысленно. Фессура в Аки перед смертью. Ну что, будет пытаться уйти Фанник. Пытается отпиться батлом. Пока неплохо получается. Но в кусты и тэп аут. Фанник прячется в кусты. И просто надо клапнуть Лоди. Ну все, закрывает его Аки. Эхо Слэм. Фессуру перед смертью не дал. Ай, не мог дать Фанник. Потому что КД. Ну и Лода вместе с Лазлом делит пополам. У нас оффлейнера команды Нави. Делит Шейкера пополам. И пополовинки. Себе как трофей забирает. 500 голды. И 600 экспириенса. Счет 5-5. По золоту. В принципе в ноль. С небольшим плюсом для команды Альянс. И 700 экспириенса. Для команды Нави. Ребят, эта игра состоялась в рамках Дрим Лиги 6-го числа. Сейчас происходит рекаст и комментарий в лайф-режиме. То есть игра уже давным-давно была сыграна. Результат вы можете найти в гугле. Главное не говорите никому. А то отправитесь в баню. Ну и комментарий по сути происходит сейчас в режиме онлайн. Так что в общем-то такой лайф-не лайф. Трансляция такая. Лода перемещается на нижний лайн. У него есть Боттл. У него есть Бутсов Сплит. И Мэджик Лон для Брюмастера. Немножко совсем для Праймал Сплита. Остается Брюмастеру по экспириенсу. Арт Стайла ловят здесь. Пятый левел Арт Стайл. Тут даже чайник не дать перед смертью. Арт Стайла развалили. 6-6 становится счет. Идут поинт в поинт игроки команды Альянс и команды Нави. Видно, что склеснулись соперники относительно равные. Ну тут как равного скилла, так и равной кривоватости. Равной несыгранности. Адмирал Бульдог долгое время не катал за Альянс. Понятное дело. Но сыгранность чувствуется достаточно неплохая. И Арт Стайл тоже у нас давным-давно не играл за Нави. Всегда у меня паника. Кажется, что этот пэт может заблочить. Ну что, Дэнди в это время забирает... Забирает, забирает, забирает Леона. А Леон, в свою очередь, забрал Рубика. А Лода убивает Шейкера. А Дэнди теперь будет драться с Лодой. И еще и Пайкат на помощь. Пока что размен 2 в 2. Ну и Дэнди отсюда уходит. Если хочет, конечно. Но, смотрю, не очень много желания у Данила отсюда уходить. Можно, в принципе, вернуться к Пайкату. Пайкат на самом деле несчастный. Пятый левел Пайкат только-только шестой зарабатывает. Третий Некромастер и качает себе СФ. У Дэнди уже почти девятый левел. Был бы Соник Квейв, Пайкат бы в соло здесь развалился очень быстро. Но Дэнди не должен терять ХП. Не должен подставляться под Койлы. Вообще не надо это делать. Так-то в соло через Шадоу Страйк и через пару скримов Пейнов Пайкат умирает 100%. А если где-то под Койлы подставляться Дэнди, то проблематично. Дазла видит Дэнди. Врыв будет на Дазла. Пошел Шадоу Страйк по Аке. Ну и вдвоем будут пытаться раскатить Дэнди. Дэнди еще и Тауэр на себя агрит. Как плохо все у Дэнди. Тэп-аут сразу же. Тэп-аут. В это время Брюмастер забирает у нас Гирокоптера. И опять здесь Адмирал Бульдог. И только-только он на телепорте сюда прилетел. Адмирал Бульдог постоянно в центре событий. Точнее тут, где Адмирал Бульдог, там и есть события. А Адмирал Бульдог их центр. Нави 1000 по золоту выигрывают по экспириенсу. Две с половиной. Лучше, тем не менее, формят. Как ни крути, Нави формят лучше. 53 крепстату хвоста. Даже при трех смертях. 40 на 23. У Квинов Пейн. И 38 на 6 Адмирал Бульдог. 38 на 3 Пайкат. СФ проигрывает Квапе. Как и хвосту проигрывает, в принципе, здесь Брюмастер. Но вот, судя по файтам, конечно... Ну и кто это летит? Кто это может быть? Это у нас Адмирал Бульдог прилетел. Что он будет делать? Он будет стоять смотреть. Сейчас файтится не вариант. Фаник удачно отошел. Фаник до сих пор бегает без солуринга. Хотя есть, в принципе, деньги у Фаника. На данный артефакт не покупает. Что во вражеском лесу забыл Фаник? Видит его Факин Мэтт, я так понимаю. Фиссура пошла от Фаника. И все, через мид быстрее валить. Аки и Факин Мэтт в соло могут разобрать шейкера. Это не проблема. Во-первых, Poison Touch. Во-вторых, Finger of Death от Леона. Плюс подкоп, плюс Хекс. Два саппорта с одним саппортом справятся. Неважно, оффлейн он стоял или... Мид вообще стоял. Факин Мэтт у нас впитывает дэмэдж от Дэнди. Соник Вейв по Факин Мэтту. Ну и под Грейвом. Убегает отсюда Леон. В итоге куча маны потрачена от команды Нави. Потрачен один из важнейших спилов Нави. Но никого не убили. Лоду будут ловить. Лоды есть, Праймал Сплит. Он не успевает его провязать. Артстайл, если бы сейчас еще и Чайник в пустоту отправил, было бы вообще больно команде Нави. Морально не получилось. Артстайлу провязать Праймал Сплит. Нави оказались... Остались в плюсе. По Галде 619 и по Экспириенсу 675. Бульдог у нас полетел. Куда Бульдог полетел? Ну, конечно же, файтится. Полетел Бульдог. В спину к хвосту заходят. Лода здесь. Праймал Сплит юзает Лода. Дальше за хвостом. Хвост на ЛОХП. Еще и Тауэр на себя заагрил. Минус хвост. Лода забирает данный фраг. Санэйка летает здесь. В ветрах вот. Панд. Ну и все. Минус 3 делает Айлайнс в разных частях карты. Где у нас умер Лич. Лич в это время умер у нас на сложной линии. 3 в 0 дерется Айлайнс. Получают за 2 килла последних 900 голды. По экспириенсу 1500. Альянс выглядит серьезней. Это видно и по золоту. 1000 плюс для команды Айлайнс. И в 0 скатываются Нави по экспириенсу. Хотя вели порядка 3000. Но это было на 6 минуте. Сейчас у нас идет 12. Нави преимущество свое полностью растеряли. Ладно, у нас есть возможность все это перекрутить. Вроде как уже гоу. Давайте партефактом пробежимся. Посмотрим у кого что. Начнем стоп Нетворца с Дэнди. У Квапы. ПТ Нол Талисман Огр Клаб есть. Есть Боттл. Мэджик Вонт. Ну по мелочи всего для Дэнди достаточно. По Нетворцу первый обгоняет своего оппонента. Насколько? Ну в полтора раза. Почти в два раза обгоняет Пайката. Пайката в свою очередь в рейсбенд и Пауэртретс. Больше в общем-то ничего. Тут разве что Боттл летает в курьере. Но сильно тут Боттл не бустит. Ну и Нейчерс Профит на втором месте. Адмирал Бульдог 4800. Во всех файтах возможных участвовал. 1 килл, 7 ассистов. Ну что делать? Это Нейчерс Профит от Адмирал Бульдога. И тут ничего как бы особенного. Просто Бульдог просто на Нейчерс Профите. Третье место у нас по Нетворцу Брюмастер. У Лоды уже есть Даггер. Есть Тапок. Есть Старшилд. Боттл. Мэджик Вонт. И 700 голды на руках. Лода пилит Т1 по топ-лейну. Сюда Нави смещается в лице Санейка и Артстайла. Можно попытаться чем-то поотбрасываться. Но по сути от дефа серьезного команды Alliance такой даблой не защитится. Нужен Хвост. А у Хвоста здесь целая армия крипов. Не получился еще один отвод. Жалко. Жалко. Хвост мог бы неплохо смотреться. Что это за штука такая? Все. Через Флэг Кэнон это в принципе должно неплохо забираться. Все. Флэг Кэнон третьего левела. Еще и Кулдаун тратит Герокоптер. На всю эту пачку, чтобы побыстрее забрать. Ну наверное оно того стоило. Появляется уже готовый Яша для Хвоста. Есть у него Фейс Бутсы. Есть у него Рингов Аквила. Ну и по фарму на третье место. Перемещается Хвост. Обгоняет в итоге. Обгоняет в итоге Лоду. У Лода я смотрю с этими энергетическими напитками. Монстр повязан очень плотно. Даже никнейм уже у Альянс. Конкретно у Лоды Монстр Лода. Какой там монстр? Видел я того Лоду. Ну монстр вы понимаете, да? Это Energy Drink, который является спонсором Альянс уже долгие годы. Ну так смотрю кроме Лоды никто. Что, видимо, таких контрактов, таких предложений касательно контрактов не получал. Поэтому и никнеймы пока что у игроков команды Альянс чистенькие. Адмирал Бульдог уже с двумя обливен стаффами. И остается совсем немножко до появления Оркида. Дальше Нейчерс Профит продолжит делать то, что и делал раньше. То есть прилетать и убивать. Но теперь вообще безапелляционно будет прилетать у нас Адмирал Бульдог. Затыкать кого там пожелает и разваливать в соло. Спрутеев 1. Телепорт в 4. И Нейчер Сколл тоже в 4. Ну и в 2, конечно же, ульта Нейчерс Профита. Интересно посмотреть будет на Аганим в руках Адмирал Бульдога. Я думаю, что он в итоге появится. Ульта пошла у нас от Адмирала Бульдога. Факин Мэда поднимает Телекенес Санейка. Что Санейка украл? Украл подкоп. Очень удачное воровство. И Пайкат на лоу хп отсюда уходит. Потеряли в итоге у нас Факин Мэда. Никого не забрали игроки команды Альянс. Дэнди на лоу хп. Круни быстрей, быстрей, быстрей. У Дэнди немного совсем голды остается до появления БГБ. Первый артефакт будет защитным. Ну и, наверное, есть смысл. Если Нэйчэс Профит будет, например, Дэнди у нас соло разбирать. Соло мид Квапа. Это будет немножко странновато, согласитесь. А будет. Если не будет БГБ, Нэйчэс Профит у нас разбирает с руки Квапу. 140 дэмэджа у Нэйчэс Профит сейчас. У Квапы сотенка. 105 точнее. Нет, не 105, а 115 для Квин оф Пейн. Ну, 140 против 115, я думаю, разница более чем ощутимая. 0,91 на атаку, а у Нэйчэс Профита 0,90. По всем фронтам Нэйчэс Профит сильнее, чем Квапа. А когда будет затыкать Квапу, так без вопросов вообще. Плюс дополнительный дэмэдж от Оркида. Короче, проблемы у команды Нави. Эти проблемы сконцентрированы в Адмирале Бульдоге на Профете. 2000 голды Альянс и по экспириенсу совсем немного выигрывает тоже шведский коллектив. В любом случае, они в плюсе, хотя до этого проигрывали. Лода забирает Т1 по топ-лейну. Т1 внизу уже спушен. Я думаю, понимаете, почему Оркет прилетает для Адмирала Бульдога. А как там Фаник? Смотрит на Адмирала Бульдога, наверное, и плачет. У Адмирала Бульдога уже есть Оркет. У Фаника уже есть Даггер. По Нетворсу Бульдог 6500, а Фаник 4000. Ну что, и Фаник в итоге с Даггером я сделяль. У Квапы в это время появляется БКБ. Команде Нави надо собраться вместе кучкой и попытаться бить команду Олайнс до того, как настанет у нас лейтгейм и до того, как Нейчис Профит будет летать по всем линиям. До того, как у него появится Аганим, до того, как Энты будут пушить все линии нон-стоп. Нави надо гнобить команду Олайнс постоянно лейта. Очень хорошая команда Олайнс. Не только Нейчис Профит, но еще и Брюмастер, который раскатить может без вопросов. И заставить команду Нави тратить уйму времени, пока в это время где-то на соседней линии пушится Тауэр от Энтов и Фуриона. Так что, я думаю, что Нави лучше бы поагрессивничать в данной ситуации. Лода находит Артстайл. Клэп под ноги, Артстайл на лоу ХП, ждет в кого бы дать чайник. Чайник в итоге ни в кого не дает. Даззл забирает у нас Леона. Дэнди подстопил Брюмастера, сбил ему в принципе даггер и все. Программа максимума Дэнди выполнена. Что в соло мог Брюмастеру делать Дэнди, пока что непонятно. Дэнди юзает БКБ за факин Мэдом. Будет ли орать Дэнди? Надо орать, пока Грейва нет. Ну и что? Аки ждал. До последней секунды ждал. Хотел развести на Соник Вейв у нас сквапу, а потом дать Грейв. Думал, что хватит ХП. Не хватило. Было видно, как Аки уже своей косой, своим дезолятором машет. Да, дезоль же это? Да, дезолятор это. Это дезолятор. Ясно. Так вот, дезолятором уже махнул у нас Аки и в итоге потеряли своего саппорта. Ну, один фраг, один фраг в виде саппорта. Не самая страшная потеря. Сонейка тоже у нас на ЛОХП. Ловит у нас Сайленсу от Адмирал Бульдога. Выхиливает Сонейка. Стараются, по крайней мере. Ну и Аки с хайграунда просто развалил в итоге Сонейка. Хвост по Адмирал Бульдогу. Колдаун просто чтобы был. Уходит отсюда хвост. Уходит вся команда Нави. А Лайнс никого не потеряли. По итогу этого файта заработали 380 золота. 618 экспириенса. И что, что? Вы спрашиваете меня, как это смотрится? Смотрится это все тухленько. Юзнули Смок. Факин Мэд в итоге стоит под Смоком. Проверить, есть ли кто-то рядом. Рядом никого. Факин Мэд на хайграунд. Еще и арт стайлом. Подкопал. У Факин Мэда уже есть даггер. И в свою очередь есть даггер у Шейкера. И все. И больше ничего для Фаника нет. У Шейкера 4100. То у Дазла 3800. И у Факин Мэда 3750. Шейкер от... Короче говоря, Фаник вообще не Йоку. Даже близко. Даже близко. Ну, как минимум в этой игре. И пошло оно. И пошло оно. Пошло оно. Я имею ввиду грязное дело от Нейча с Профита. Начинает уже подлетать к Таварам. Энтами потихоньку по кусочку. По кирпичу отковыривать от Тавара. И так будет впредь. Вплоть до конца игры. Независимо от того, в какую сторону игра у нас пойдет. Улетает Нейча с Профит вниз. Фарм течет рекой. 6000 золота Альянс. Экспириенс 3 с копейками тоже Альянс. А Нави немножко растерялись. Не совсем понятно, по какой схеме действует Нави. Быть агрессивными у них не получается. Быть пассивными здесь тоже. В принципе смысла никакого. Потому что, как ни крути, Альянс запушит. Есть тот, кто может запушить. И Нави тут просто между молотом и наковальней. Если пойти в атаку сейчас, то можно с Лицей проиграть игру через 5-6 минут. 2-3 файта, если проиграть. Если не пойти в атаку, то можно практически со 100% вероятностью игра проигрывается в Лите. Хвост, конечно, хорош сам по себе. Гирокоптер хорош сам по себе. Но гирокоптера раскайтить не вопрос. Здесь есть Брюмастер, который гирокоптера у нас, в принципе, может держать в контроле весь файт, пока у гирокоптера нет БКБ. К моменту, когда у гирокоптера появится БКБ, вся линия Т1, Т2 для команды Нави уже упадет. Колдаун пошел у нас от хвоста. По адмиралу Бульдогу. Ну и все. И Нечис Профит дает ульту. Никуда не летит. Факин Мэда у нас ловят. Подкоп по Санейка. Пошли чайники по лоде. И всем, на кого лода разложился. Тоже не критично. Ну и все. Чайник в итоге у нас уходит на Огненную Панду. Огненная Панда умирает. А земляная Панда продолжает дальше наваливать по хвосту. Хвост встань. И последняя Панда живая. Все. Лоду поймали. Лоду, скорее всего, здесь убьют. Минус лода. Три в один дерется Нави. Ну так можно. Решили от дефа сыграть игроки команды Нави. И это принесло свои результаты. Три в один подрались украинцы и шведы. И в пользу для Нави с 2000 золота и 3800 экспириенса. И одного Санейка потеряли. Не критично. Рубик здесь самый слабенький, самый дохленький саппорт. Поэтому умирать Рубику тут за правило можно взять. Ну и Артстайл. 1-4 тоже идет лич. Тоже на Артстайла больно смотреть. 1400 на Этворс на 22-й минуте. Артстайл. Ваня, вернись. Что творится? Что происходит? Ну видно, что это не его позиция. Просто не его эта игра играть на саппортах. Этот человек в тех же дарарах вообще во всех командах исполняет роль либо мейнкерри, либо какого-то серьезного, вообще серьезного героя, который может убивать. А здесь саппорты. И саппорты такие дичайшие. Так получилось, что, ну как по мне, Нави попросту мощью своего имени уничтожила всю мощь игрока под именем Артстайл. Пайката у нас разваливают или еще не разваливают. Грейв от Пайката. Дэнди на лоу хп. Дэнди, Грейв, точнее, на Пайката. Пайкат теряет у нас Аэгис. На лоу хп уходит отсюда хвост. Как же пугает этот пэт постоянно. Ну и что, неужели Леон побежит дальше? Нет, 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 нет. Леон не побежал. В итоге потеряли Санейка и потеряли Аэгис на эссе. Так вот, закончу все-таки мысль. Позволю себе ее закончить. Команда Нави мощью своей организации уничтожила ту мощь, которую являлся бы Артстайл еще три года назад. Раньше Нави была коллективом, который Артстайл вообще львиную долю успеха привносил. А теперь Артстайл немножко кривит, конечно. 8000 Alliance по золоту, по Экспириенсу 2.5 тоже для команды Alliance. Ну и что, и Нави тонут. Ничего не поделаешь. Нави тонут, Нави теряют преимущество. Теперь Нави географическое преимущество потеряли. Остался один-единственный Т1 внизу. И все, нижний Тауэр падает Т2. Т2, точнее, внизу. Т2, если внизу упадет, то, собственно, и телепортироваться команде Нави некуда. А дальше Адмирал Бульдог свои пачки будет отправлять на каждую линию и по чуть-чуть отъедать с базы нами. Там уже пюро, конечно, пожирнее, повкуснее. Я думаю, что не откажется от этого Адмирал Бульдог. Nature's Profit приобретает себе некра первого левела. Второго левела некра уже лежат в стэше Nature's Profit. Аганима по-прежнему для Nature's Profit нет. Ну, может быть, по данной игре и не появится данный артефакт. Кстати, прилетает Адмирал Бульдог на Фаника. Ну и когда Оркет спадет, Фаник умрет. Nature's Profit. 4, 2, 10. Все хорошо, все великолепно. 2 тысячи в итоге золота. Точнее, не 2, а 8 тысяч в итоге золота Альнс и 2 тысячи экспириенс тоже для команды Альнс. Третий некра для Nature's Profit. Все. Третий некра, пачка энтов, ульта. От Адмирала Бульдога и попробую отпушить все это. То есть, можно бы, конечно, хвосту, например, приобрести себе, я не знаю, приобрести себе Boots of Travel и Refresh Rorp. И ходить по лайнам, рефрешить себе Boots of Travel и по лайнам отбивать все, что теперь Nature's Profit будет делать. Но, сами понимаете, что это полная ерунда и быть этого не может. Другие варианты не ясны. По одной линии пускать квапу, по другой линии пускать гирокоптера. Ну, пожалуй, возможно. Шейкер в соло вряд ли отпушит. Фиссура, тотем. Классно. Тут Техослэма придется тратить в итоге на все, что предложит Адмирал Бульдог команде Нави. Это только 25-ая минута. Только 25-ая. Ну что, пошел у нас файт. Ульта полетела от Адмирал Бульдога. И Адмирал Бульдог быстро ТПА. Вот отсюда забрали у нас игроки команды Нави. Леона. Факен Мэд в таверну. Пока что один в ноль. Фанник тоже здесь, скорее всего, разваливается. Поднимает его в ветра. Лода. Лода забирает еще один фраг для себя. И один в один размен. У Флэйнера опять разменяли на фулл саппорта. Того фулл саппорта, который по фарму этого Флэйнера, в принципе, на полтысячи опережает. 5 тысяч у нас у Факен Мэда и у Фанника 4 500. Ну не ужас ли это для команды Нави? Аки ловит у нас Shadow Strike. Аки, скорее всего, заберут. Грейв закончился. Рубик забирает этот фраг. Дальше за пайкатом Дэнди. Когда-то Дэнди был сильнее. Посмотрим, что теперь. Дэнди с ДД. ДД, в принципе, уже сейчас заканчивается. И пайкат юзает БКБ и минус Дэнди, скорее всего. Грейв уже на Дэнди от Санейка. Ну теперь не по силам просто драться команде Нави. СФ уже становится серьезной фигурой. 16-й левел пайкат. Дэнди 17-й левел. Но Квапа с руки бьет не так сильно, как это делает СФ. СФ был очень сильно загнан у нас в начале игры. 3-0 шел пайкат. Даже 0-3 точнее шел. Иногда 0-4. Вот. А теперь 1-4 пайкат. Теперь 1-4. Он не умирает. При этом один фраг еще забрал. И он продолжает фармить. По фарму он уже на 4-м месте. Не сильно отстает от Дэнди. Всего ничего. Тут 1-1000 разделяет их с Квапой. Ну понимаете, что СФ посерьезнее будет персонаж, чем Дэнди на Квапе. Alliance. Немножко потеряли свое преимущество по золоту. С 8000 спустились к 6. По экспириенсу Нави выходят вперед. 2000 экспы для команды Нави. Неужели свои левела забрали? Шейкер 11-го уровня. Ну как так? Оффлейн Шейкер. Тот, кого отправляли фармить. Тот, который должен был вывозить постоянный экспириенс. И в файтах быть просто страхом команды Alliance. В итоге Шейкер у нас идет со счетом 1-7-5. Почините Нави. Сделайте что-нибудь. Ну и мульти-спауны не получается сделать команде Нави. А здесь еще и Адмирал Бульдог назойливый со своими энтами, которые умудряются этими же энтами блочить спауны. Даже если была возможность. Ну что, врывается Шейкер. На Пайката. Дэнди БКБ разультился. Пайкат теряет половину ХП. Грейв на Пайката. Пайкат. Ульта от него. Адмирал Бульдог на лоу ХП в таверну. Хвост даблкил уже в этом файте делает. Ульта у нас от СФ. А после смерти минус 3 делает команда Нави. И дальше за Панда. Если клэпнет, кстати, лода может и хвоста забрать. Клэпает нет. Хвост в итоге у нас живет. Хотя ничего, так еще лода наваливает по хвосту. Ну это тим вайп. Это обычный тим вайп от команды Нави. Вернулись. Наконец-то. 3000 золота в 7500. Просил я починить команду Нави. Кто-то их починил. Кто-то надавал подзатыльников всему коллективчику. Удачный врыв вполне от Нави на Рошана. Теперь еще Эгги с бонусом. Роха бонусом. И все это для команды Нави. Да, по золоту безусловный плюс. Проигрывали 6000 Нави. Теперь спустились практически в ноль. По XP десятку. Даже с 2000 поражения в 10000 плюс за этот файт выходит команда Нави. Ну тим вайп на 30 минуте. Это дорогого стоит. Это действительно важно и круто. Что по артефактам. У хвоста 2500 есть на руках после МКБ. После Сен-Жин-Яши. Я думаю, что Геррокоптеру теперь есть смысл выходить в Баттерфляй. Квин оф Пейнт в свою очередь. Нас собирал уже на Хекс. Есть Глимер Кейп для Квапы от Дэнди. Есть БКБ. Ну, больше, наверное, для того же Фаника. Для того же Фаника. Чтобы мог Фаник. Фаник-то сам на Глимер Кейп в жизни не накопит. С таким-то фармом и таким количеством смертей и убийств. Поэтому тут более-менее поможет Дэнди своим тиммейтам. У Санейка. Тоже есть Глимер Кейп. Есть Аркан Бусы. Есть Урн оф Шадоус. И 800 сверху. Лич. Мека, Тапки и Брасер. Со стороны команды Альянс. Адмирал Бульдог. Оркит есть. Есть Некрономиком. 1800 сверху. Для Нейчерс Профита. У Брюмастера. Есть у нас Владмир. Есть Пойнт Бустер. И практически собранный Аганим уже. У Пайката. Который играет у нас на СФ. Ничего по артефактам в руках серьезного нет. Есть БКБ. Есть Мека. И 4000 золота для Пайката. Тоже в принципе неплохо. Ну или он у нас. Даггер готовится выйти скорее всего в Юл. Как я понимаю, Став есть. Сейдж Маск есть. И Даззл Солар Крест себе собрал уже. И Урн оф Шадоус. Короче говоря, средние артефакты. Что у той, что у той команды. Ну вот вам собственно почему. Потому что в ноль идут оба коллектива. Нави проигрывали 8000. Сейчас откомбечили до ноля. По экспе Нави выигрывают 12 с копейками тысяч. Можно эту игру развернуть просто в противоположном направлении. Еще пара удачных врывов от Фаника. Вместе с Дэнди и Хвостом. Да там и лич на самом деле есть. Не стоит забывать. Ульты. То есть рассказ ультов конечно классный у команды Нави. Еще если что-нибудь нормальное подстилит Рубик. Например ульту СФ. Ну или например, 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 например ульту Леона. Вот. То конечно комбан у Нави классный. Главное чтобы получилось. Факенмен прячется в хусты. Фанников по-моему здесь видит. Да? Да. Фанника видит. Готов ворваться. Врывается Фанника. Подкоп. Фингер оф Дэс. Сразу же Хекс туда. Ну и здесь Дэнди на помощь. Фанник в Глиммер Кейпе. На лоу ХП должен в принципе выживать. А Адмирала Бульдога могут и забрать. Адмирал Бульдог в итоге у нас умирает. Фиссура от Фаника на отходе. Минус Адмирал Бульдог. Ну и здесь Некра. Вот. Адмирал Бульдога. Кстати мне кажется Бульдог то у нас пойдет в классическую схему. Уже появляется Даггер на Нечис Профити. И что-нибудь еще по типу. Можно даже рефрешер орб я думаю собрать Бульдогу. Во-первых двойной ульт. Во-вторых двойные Некра. Своим пушем команда Лайн славилась всегда. Поэтому я думаю неудивительно будет если мы данный артефакт на нем увидим. Ну что Хвост в это время подпушивает нижний лайн. Пайкат вместе с Аки готовы уже на деф стать. Факин Мэт тоже недалеко. Хвост Хвосту с Санейка лучше отсюда убираться. Хвост взял с собой Кентавра. ДД есть. Если бы взять ДД Хвосту можно организовать файт. Сейчас нави выглядят посерьезней. Вы видите что происходит по экспириенсу. Они опережают на 14 тысяч своих оппонентов. Это и в левелах. Отображается секундочку. 21 левел Хвост. 20 Дэнди. А дальше 18, 17, 14. Так что 21, 20 против 18, 18. Ну я думаю вы понимаете что это вроде как по всем правилам получше. У Герокоптера 20 тысяч Нэтворст. Дальше идет Дэнди 16, 500. И дальше Пайкат идет 14, 200. Кто-то сказал что... Кто-то сказал что нави эту катку сливают. Сейчас на самом деле не очень понятно. Если сливают то каким образом. Что надо делать и как сильно надо оплужить. Ну например так. Дэнди у нас ловит Сайленс. Подкоп по нему. Фингер оф Дэс. Дэнди умирает. Факин Мэтт с Даггером. Факин Мэтт. В паре с Нейча с Профитом. Сайленс есть. Некра проюзан. И все. Минус сквопа на ровном месте. С Дэнди получили 1150. По экспед тоже 3000 поимели у нас с Квин оф Пейн. 23, 25 становится счет. Ну и здесь по золоту Альянс немножко вверх скакнут. По экспед тоже чуть-чуть отбили. Что с нави? Почему остановились? Что не так? Хвост перемещается на топ лейн. У него 3000 на руках. Значит что-то покупал. Покупал хвост рецепт на Сатаник. Все. В принципе есть у него Хелм оф Доминатор. Есть у него деньги на Ривер. Курьер полетел. Я так понимаю для под Сатаник. Главное хвосту сейчас не слиться БКБ. Юзает у нас хвост. По Факин Мэтту пошел наваливать. В принципе под БКБ мог бы Факин Мэтта разваливать. Разворачивается назад хвост. Ну и правый он сплит. Пошел у нас от лоды. Кирпич хвоста. У него закончился Блэкинг Бар. Купи до смерти Ривер. Нет. Да нет. Нет. Не покупает у нас хвост Ривер. Оставляет себе деньги на байбэк. Артстайл в таверну. Минус 4 делает команда Лайнс. Во вражеском лесу и хвосту надо байбэкаться. И был бы в принципе Сатаник. Здесь уже бы Гирокоптер мог стоять и драться на равных с кем угодно. Но. 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 Команда Нави подумала что ворды на 35 минуте. Это мавитон. Это в принципе дурной вкус. И в доте это не так важно. Например ворды здесь. Например ворды где-нибудь вот здесь. Я говорю об об сервер в вордах. Или хотя бы вард здесь. Короче говоря. Получилось все очень рахетично. Вот команда Нави в итоге хвост теряет 2. С лишним. Не с лишним. Ровно 2000 голды теряет у нас Гирокоптер за этот файт. Умирает раз. Потом байбэкается. И вот пожалуйста у Гирокоптера нет Сатаника. Зато у него есть рецепт на Сатаник. Ну хотя бы доминатор есть для хвоста и то плюс. Жалко конечно. Ну и дико удачная вылазка от команды Альянс во вражеский лес. Все получилось как нельзя лучше. По-моему единственный кто не умирал там это Фаник. И квапа байбэкнулась. Или. 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 Или кто. Кто-то еще по-моему байбэкался. Секундочку. Есть вариант попроще. Нет никто. Только хвост байбэкался. Только хвост. Но ему страшнее всех было байбэкаться. И по сути. Главная проблема команды Нави в том что хвост потерял свои деньги. Окей ладно. Пробегаемся по артефактам. Пока у нас небольшая пауза. И затишь я на карте. У Фаника появляется Форст Став. Ну наконец-то появляются вообще артефакты у Фаника. По-прежнему не агрейжный тапок для шейкера. Только-только купил себе аркан бутсы. Услышал видимо меня Глеб. Блинк Даггер есть. Форст Став. Боттл. Брасер. Такой бомжовый конечно набор артефактов для шейкера. У Санейка. Есть Глиммер Кейп. Есть Вернов Шадл. Саркан бутсы. 550 сверху. Но Санейка здесь фулл саппорт. По Нетворцу. Чуть-чуть опережает Арт Стайла. Боюсь смотреть что там Арт Стайла. Арт Стайла. Нигрейжный тапок. И Мека. Все. На этом закончились артефакты Лича. Дальше. Хвост на Гирокоптере. Климнатор. Рецепт на Сатаник в Курьере. Ой как классно. Ну и Квапа. Квапа у нас БКБ. Квапа у нас Сайт оф Вайз. Перебитает себе Гэст Септер. Также Квин оф Пейн. Это я так понимаю защита от кого? От Фуриона скорее всего да. Чтобы Фура у нас не дамажил под Оркидом. Ну кое-как еще барахтается Дэнди. В общем-то неплохо смотрится. Ну что пошел у нас файт в лесу. Хвост провязал БКБ. Очень быстро развалили у нас Брюмастера. Под Сайленсом. Под Хексой. И дальше за Аки. Аки тоже после окончания Грейва отправляется в таверну. Хорошо. Удачно зашли команда Альянс. Удачно для Нави. На этот раз зашли в лес. Кое-как Нави отыгрались. СФ с Меккой. СФ с БКБ. И у СФ появляется Дейдалу Спайкат. Наконец-то пошел у нас собираться в артефакты на дэмэдж. Леон зарабатывает даггер на даггер себе. Есть у него Юл. Есть Транквил Буци. И даже может себе позволить... Не может. Может себе позволить красть чужие гемы. Факен Мэтт. Супер Преступник. Леон отобрал у... У Санейка Гем. У Аки Солар Крест. Появляется Пойн Боустер. Дазл готовится выйти в Вагоним. У Бримастера мы в принципе все видели. Две стоны на руках еще СФ видели. И Нейчерс Профит приобретает себе Мейл Стром. Адмирал Бульдог готовится пушить. Все это для того, чтобы быстрее разносить лайны. Для того, чтобы быстрее подпушивать линию к хайграунду. И заставлять команду Нави распыляться на некоторой линии. То есть кем-то все равно придется жертвовать. Когда у тебя горит база. Когда у тебя даже на базе какие-то вонючие крипы. Стоят и бьют бараки например. И некому дефать. Ты тем не менее вынужден на них отвлекаться. И вынужден уходить из какого-то масс-файта. Поэтому понимайте. Если вот здесь например будет проходить драка. А в это время сюда крипы Нейчерс Профита зайдут. То какому-нибудь хвосту или какому-нибудь Дэнди придется ТПшиться. И тогда файт будет 5 в 4. Тогда скорее всего в пятером будет драться Альянс. Потому что прилететь в любую точку карты Нейчерс Профиту не проблема. Ну вот они и те грабли. На которые Na'Vi вынуждены наступать в лейтгейме. Потому что сразу эту игру рано не закончили. У них были ульты. Можно было попробовать пофайтиться. Так-то по героям посмотреть. Ну ничего серьезного на ранних левелах. Ну SF, ну Брюмастер. Ну нет артефактов. Ни у SF, ни у Брюмастера. Можно контролить. SF вообще у нас загнали. И Нейчерс Профит сам по себе. Не самый серьезный парень на ранних стадиях игры. А что теперь делать непонятно. Теперь пол топ уйдет у нас команда Альянс. Даже не вся, а просто сумоны всем Адмирала Бульдога. Ну и вот Хвост. Хвост здесь. Хвост забирает через колдаун крипов. У Хвоста появляется Сатаник. 1100 сверху. Он по-прежнему первый по фарму. На 2000 от него отстает Адмирал Бульдог. Им на 1500 от Бульдога отстает Дэнди. Нави под смоком на Рошана. Кто это такие? Это пацаны, которых привел с собой Энд Адмирала Бульдога. Брюмастер в инвизе. В полном инвизе. Нет вижена у команды Нави. Нет здесь никаких сентри. И пока команда Нави в смоке. Брюмастер у нас в инвизе. Ну что, врывается Брюмастер. Клэпает, раскладывается. Скорее всего так. Даза ульту уже положил туда. Поэтому можно врываться. Пошел подкоп у нас по Дэнди. Брюмастер клэпнул на хвостах. Хвоста поднимают ветра. Дэнди. БКБ. ТП. Аут. Хвоста ждет примерно та же история. Нет. Хвост дерется. Колдаун там по пайкату. Хвост юзает БКБ. И начинает наваливать по пайкату. Рокет бараж. Пайкат на лоу хп. Факин Мэд. Хекс по хвосту. БКБ закончился. Закончился и праздник на улице команды Нави. Хотя пайкат в итоге у нас разваливается. Фаник уже здесь. Погоня за Факин Мэдом. Лода заканчивается на нем. Праймал сплит. Старается файтиться в соло против хвоста. Не по шансам. Здесь есть МКБ. Поэтому хвост в любом случае будет пробивать. Даблкил уже от хвоста. Погоня за Аки Аки в таверну. А здесь в это время Адмирал Бульдог разваливает Т3 на хайграунде команды Нави. Выкупается Лич. Прилетает сюда. Что здесь делать Личу непонятно. Ну в соло против Адмирал Бульдога умирать. Вот что может сделать Лич. Ну что творит вообще Адмирал Бульдог? Попросту разваливает один из бараков. Рейнджевого барака больше для команды Нави нет. Юзает на себя Мьолнир. Будет дальше файтиса против Фанника. Санейка очень удачно украл Finger of Death в свое время. И теперь Race of Nature тоже есть у Санейка. Теперь может и команда Нави подпушить. Но по сути Нави тут конечно потеряли много чего. По голде Нави мы видим с ноля отправились на 7500. Кое-какие изменения в графиках были, но не критичные. По-прежнему 5 с копейками проигрывает команда Нави. Ну и по экспириенсу Нави выигрывают более 10. Роха для кого? Для кого, для кого, для кого? Каждый герой силы тьмы. Роха для Нави и Аэгги забирает Queen of Pain. Хвост забирает сыр. У хвоста есть, если будет сыр, можно будет моментально отхилиться. А дальше хвост будет жить за счет Сатаника и за счет БКБ. Так что это безусловный плюс. Boots of Travel первого левела есть для хвоста. В принципе, разве что сыр еще продавать и покупать бабочку на место сыра. А так, в общем-то, 5 слотов герокоптер уже использовал. Но мы знаем хвоста. Мы знаем хвоста на герокоптере. Если надо будет собирать рапиру, например, вместо Сен-Жин-Яша, да не вопрос вообще. Герокоптер свое дело знает на... Точнее, хвост на свое дело знает на герокоптере. Надо будет собрать, соберет. Т2 по мидлейну. Команда Нави спушивает. Преимущество Alliance по золоту теряют. Хвост подпушивает под хайграунд. У него есть Сатаник, у него есть сыр. Недалеко находится команда Нави, практически в полном составе. А в это время Адмирал Бульдог против Дэнди. Адмирал Бульдог на лоу хп, ему плевать вообще. Он сливает аэггис с Дэнди. Адмирал Бульдог, тэпаут отсюда. Дэнди не успеет забрать Бульдога и улетает отсюда еще. И кто? Кто там улетел? Кто там был? Там был Факин Мэтт. Факин Мэтт тоже улетает. И с файта просто сбили аэггис на Дэнди. Дэнди пошел у нас убивать некрономикона. Сейчас Дэнди будет больно или не будет. Но иди, иди агрессируй. Некр, что такое? Ладно, это неинтересно совершенно. Хвост юзает у нас ульт БКБ. Произал уже... Произал БКБ, произал... Ничего, Рокет Бараж только потратил у нас хвост. Уже откатился. Ну и хвост может в принципе на хайграунд заходить. Квин оф Пейн в это время забирает СФа. Где это все? Где вообще драки у нас происходят? Хвост здесь на Мидлейне. Поднимают Аки в ветра. Ракета пошла по Аки. Аки здесь умирает. Ракета в никуда. Ну и лоду будут стараться разобрать. У лоды нет Праймал Сплита. Подкоп от Факин Мэда. Санейка должен гнать лоду как можно дальше отсюда. Хвост на хайграунде. Крипы подходят. Падает рейнджевой барак. Адмирала Бульдога разваливает Дэнди. Где, 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 где? СФ выкупается у нас. Мидлейн трещит по швам. Подкапывают здесь хвоста. У хвоста есть Сатаник. Есть Чиз. Не стоит об этом забывать. Юзает Сыр. Хвост. Делает что-нибудь. Хвост у нас в хексе. Его не трогают. Его поднимают в ветра. Ну и будут дальше с ним драться. Хвост не юзает Сыр. По-прежнему хвост может доиграться. Это очень дорогого будет стоить. Хвост провязал Сыр. БКБ у него есть. Сатаник у него есть. Хвост в хексе. Кулдаун пошел от хвоста. И хвост юзает БКБ. Так и не провязав Сатаник. Сатаник он юзает перед смертью. Правда ни единого удара не наносит. Альянс. Байбэк от Лоды. Лода приходит сюда. Но самая печальная история в том, что Адмирал Бульдог жив. А значит Фанику сейчас будет очень больно. А значит Тауэр у команды. А Тауэрам команды Нави тоже будет несказанно больно. Что внизу, что вверху. Так и на мидлейне. Уже летит у нас на мидлейн Адмирал Бульдог. Смотрим байбэки. У хвоста есть байбэк. У Дэнди есть байбэк. И у Фаника байбэк есть. Дэнди выкупается. Хвосту тоже самое надо делать. Вариантов немного. Спушат третью линию. С Нейчерс Профитом шансов выиграть никаких. Дэнди вырывается на Бульдога. Пошел Хекс с него. Через Этериал Блейд Дэнди забирает Бульдога. Бульдог умирает. Отлично. Можно дальше файтиться. Аки попадает под коллдаун. Минус. Также Дазл. Минус 2 делает команда Нави. По голде все хорошо для Нави. По Экспе тоже. Неплохо относительно. Ну и у Бульдога 5 минут 28 секунд. Нет байбэка. 90 секунд мы еще не увидим Адмирал Бульдога. Дазл появится немножко пораньше. Нави. Нави знают как играть против Альянс. И мне становится понятно, что Нави к Альянс готовы. Хвост в принципе без байбэка. Без байбэка на ближайшие 5 минут. Что это означает? Это означает, что хвосту можно сливать все деньги. И покупать себе рапиру при случае. Если будет необходимо. Ну что, на Т4 Нави. На Т4 нет Адмирал Бульдога. Фаник летит куда? Фаник уже летит сюда. Летит на вражескую базу. Будут забирать Т4 игроки команды Нави. Доставьте в этот барак в покой. Т4 валит у нас Нави. Крепы где? Крепы на базе. Т4 сыпется. В это время внизу. СФ пытается развалить у нас нижнюю сторону. Лоду. Все-таки пускают в Праймал Сплит. Колдаун пошел от хвоста. Хвост. БКБ провязал. БКБ закончился. Юзай, Сатаник, хвост. Если хвоста будут контролировать, здесь развалятся. Хардстайл умирает. Санейка умирает. Фаник умирает. Дэнди против Пайката. И хвост отходит у нас подальше. Хвосту ни в коем случае нельзя умирать. Надо ждать, когда Флэк Кэннон появится и хотя бы как-то попытаться развалить. Хвост начинает наваливать по трону. Пайкат без маны. Хвост опять в Хекс. Ну и хвоста катят. И хвоста катят. И хвоста могут разобрать. Лода опять на лоу ХП. Лода может отправиться в таверну. Грейв на него. Фаник, да стопь ты его. Эхо слэм от Фаника. Застопили лоду. Минус лода. Минус также Фаник. Дэнди в Этериал Блейд сам заходит. Глеймер Кейп у него есть. Хекс через 20 секунд. Минус хвост. 115 секунд не будет хвоста. Куда полетел Адмирал Бульдог? Адмирал Бульдог полетел пушить линию. Куда он на самом деле полетел непонятно. Он полетел кого-то добивать. От состава команды Нави. Вот это я понимаю игра двух команд. Вот почему Нави против Alliance. Это всегда интересно и ярко. У нас уже идет размен тронами. Одна милиш центральная линия стоит у команды Нави. Больше нет ничего. В свою очередь команда Нави спушила только центральную линию. Но при этом спушила уже треть трона. Да, трон отригенится. Я все понимаю. Но где-то там задрожала, я думаю, команда Alliance. Руки задергались у каждого из игроков. Хвоста не будет 70 секунд. И надо тут вообще построить какой-то редут мощнейший. Оборону Сталинграда надо организовать команде Нави. Ни в коем случае нельзя давать команде Alliance сделать мега-крипов. Адмирал Бульдог под БКБ на хайграунд через даггер. Проюзал уже некров. Где твои говнюки? Где покемоны? А, и давным-давно у нас были покемоны. Ну что, Дэнди врывается у нас на пайкат. А пайкат в хиксе. Адмирал Бульдог на лоу хп. Грейв на Адмирал Бульдога. Полетел чайник от Артстайла. Поздновато. Немножко чайник закончился. Адмирал Бульдог выхиливается за счет таки. Санейка на лоу хп будет прямо сейчас. Один несчастный удар по Санейка. Санейка теряет все хп. Тысяча. Влетает крит на Санейка. Мидлейн команды Нави падает. Это последняя линия. Хвост и где? 20 секунд еще хвоста не будет. И, наверное, не будет в принципе хвоста. Ну что, продавать к чертовой бабушке все вещи и покупать рапиру хвосту. Иначе других вариантов просто-напросто я не вижу. Да, 50 минут сыграно. Игра дичайшая. Вот такая кардиограмма весь матч. 7500 Alliance в плюсе. По хп они отыгрывают 15 тысяч. 15 тысяч мега-крипы для команды Альянс. Мега-крипы и наличие Нейчерс Профита в составе команды Alliance. И не просто Нейчерс Профита, а Адмирала Крыса, Адмирала Бульдога. Главная Ред Дота вообще всех времен и народов. Ну неужели он даст возможность команде Na'Vi вообще спуститься с собственного хайграунда? Здесь надо Адмирала Бульдога убивать постоянно. Убить его два раза без возможности байбечиться. А байбеков-то ни у кого нет. Это только у Лич у нас тут бомжует. У него нет денег на байбек и Аки. У остальных все сделали байбеки. 8 из 10 у нас имеют кулдаун на байбеках. СФ приобретает себе хекс. Это просто сумасшествие какое-то на карте происходит. Да выложит этот гем. Пустяки носит гем. Дэнди в это время забирает кого? Забирает Лоду. Что ты здесь сделал? Лоду забрали во вражеском лесу. Уходит команда Na'Vi. У Лоды не будет байбека еще минуту. Поэтому Лоду... Ну в принципе Лоде байбекаться не будет смысла. Да и вообще тут так, чтобы Na'Vi пошли давить. Сложно это представить. Но здесь что делать? Сен-Жин-Яшу продавать. Продавать талисманов вейжен и покупать... Сколько все это стоит? Покупать рапиру. Но других вариантов просто нет для хвоста в принципе. Сколько стоит? 6200 стоит рапира. Сен-Жин-Яшу у нас стоит... Уберистые. Сен-Жин-Яшу стоит 400. Значит продажа 250. Это будет... 5000. Ну и талисманов вейжен 5900. Не хватает. Чуть-чуть надо 300 голды еще подфармить. Надо хвосту. Продать Сен-Жин-Яшу. Продать талисманов вейжен. Купить рапиру. Пайкат в инвизи под хвоста. И здесь же Фаник. И видят Фаника. Адмирал Бульдог прилетает сюда. Сайланс пошел по Фанику. Ну и все. Фаник в таверну. Хвост. Колдаун себе под ноги. Адмирал Бульдог прячет себя в спруты. И хвост под хексом. И хвоста кайтят. Хвоста отправляет в таверну. Минус хвост. Минус Фаник. Байбеков. Ни у хвоста, ни у Фаника еще 40 или 30 секунд не будет. Ну что? Ждем. Нейчерс Профит. Ждем. Добро пожаловать на базу команды Нави. Да. Загулял хвост. Можно было просто переждать немножко. Подождать, когда близко подойдет команда. И устроить масс-файт. С нормальным ультом от Шейкера. С нормальным врывом от Шейкера. С нормальным ультом от Квапыр. Сатериал Блейдон. Ну понятно, что здесь команда Нави. Все кроме Фаника и Хвоста гниют полностью. Потому что... Ну уже как бы 3 минуты мега-крипы. Мега-крипы бесследно не проходят. Ну и все. Команда Алайн заходит на хайграунд. Все или ничего тут. Нави. Ну и файтится нет вариантов. Хвост имеет байбэк. Так байбэчься. Ё-моё. Дэнди. Разваливается. Дэнди сразу же байбэк. Ульта пошла от Пайката. Хвост БКБ. Флэккэнон от Хвоста. Все это тратится в мега-крипов. Ну хоть мега-крипов в итоге хвост развалил. Факин Мэтт. Сразу же Хекс по окончании БКБ. Сайленс от Адмирала Бульдога. Вот вам и Адмирал Бульдог. С возвращением. Вот трон соперника. Собственно можно заканчивать. Команда Нави пишет ГГ. 53 минуты. Абсолютно и жесточайший вообще... К... Игры... Игры, которая ни на секунду не оставляла... Без напряжения ни меня, ни надеюсь без вас, ни надеюсь вас. И конечно же сами команды так тем более. На Авиалайнс чего вы еще ожидали? Ничего другого быть не может в принципе. Ну что, у нас ответная игра. Может даже две ответные игры. Результат я напомню еще раз. Я не знаю. Специально не чекал, не проверял. Вот. Поэтому услышимся с вами через 3-4 минуты на ответном матче. Напомню, что катка в формате Best of 3. Ну и не забывайте подписываться на наш канал. Заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь и канал YouTube. У микрофона друг. Это студия игрокам ТВ. Небольшая пауза, небольшой отдых и передышка. И услышимся на второй игре. Команды Альайнс против команды Нави. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok